сегодня нас ждет большое приключение пришло время чтобы перепрыгнуть через время поэтому смотрите учитесь действуйте здравствуйте друзья с вами чеширский кот чеширский ёж мы находимся в святом месте нам вчера написали в комментариях что мы приехали туда куда надо здесь святые места и вообще очень интересная история и позавчера нам сказал пан мстислав что покажет нам места и мы поехали на святой источник сейчас находимся здесь я вам все покажу и расскажу то что знаю об этом это главное знаете находится напротив нашего дома а мы не знали то рядышком со всем много всего находится он там наш домик вот смотрите вон там наш домик через поле видите там где два окна и коричневая крыша вот это наш дом напротив нас святой источник терезы вот так вот знаете оказывается мы находимся в таком месте этот населенный пункт и все его окрестности были местом дислокации известного отряда майора хобаля который начал создавать здесь первые конспиративные структуры в 1939 году вот смотрите здесь крест сейчас я покажу ближе вам вот этот деревянный костел который мы вам показывали два дня назад который мы пока не можем пойти потому что он закрыт не знаю отсвечивает или нет тут солнце написано вот так вот смотрите видно вам или нет это в честь памяти памяти помордованных цису да это место этот памятник этот крест вот это все поставили в память погибшим из этого отряда вот смотрите здесь святой источник он старый старый дом ну не дома как назвать ой не знаю как назвать смотрите там бьют ключики и сюда все приходят за водой вон туда течет ручей туда далеко далеко вот смотрите нам показали это место вот этот костел который мы недавно показывали это костел святого лаврентия святой екатерины там рядом построена школа но но сейчас я вам это рассказываю не в тему конечно потом я вам расскажу ну что вот этот вот хобаль майор он он был руководитель этой школы организатор подполья и командир партизанского отряда национальных вооруженных сил армии и они здесь защищали независимость польши это самые первые отряды самые первые как бы создавали они именно здесь в этом месте давным давно вот вот этот населенный пункт цис это памятник терезе единственной партизанки в отряды хупаля вот вот этот памятник терезе вот смотрите под елочкой под такой здесь была лампадка ее зажигали она там уже погасло давно сгорела свечка вот здесь была лавочка вот смотрите вот сейчас подальше отойду вам покажу вот это место здесь очень много таких памятных мест вот он крест источник и лавочка вот там лампадки до сих пор везде стоят лампадки вот смотрите сейчас покажу вот они везде везде стоят это памятник погибшим партизанам в борьбе за независимость польши а там дальше если проехать вот мы ехали молотковицы там будет как бы знак петельного пути красного цвета мы его проезжали но мы тогда еще ничего не знали то есть нам нужно обязательно будет это все тут обследовать тут за минут 15 можно объехать несколько населенных пунктов вот этих руда малинецкая это основной административный как бы центр пара по нашему это руда малинецко было известно развитием промышленности старопольские времена здесь есть водоемов очень много то есть они поддерживали работу многочисленных промышленных предприятий этой руда малинецко вот смотрите мы находимся мы находимся напротив этого места представляете здесь еще очень много всего можно поездить посмотреть как раз мы работаем пока четыре часа у нас есть время сейчас я могу вам приблизить вот он наш домик видите здесь еще в рада в радащицах что ли как-то там правильно название не знаю есть старое еврейское кладбище 1789 года представляете такое еще есть сейчас я попробую приблизить получится нет ах вот все вот смотрите вот он наш дом вот видите два окна и крыша вот он наш сарай это наш двор а дальше идет другой дом с другим сараем и так далее ну то есть это наш дом не последний вот наш домик и вот мы находимся напротив этого места представляете так вот на таком расстоянии видите а мы не знали здесь здесь находится такое место нет ну откуда такая яма скажи смотри какая яма огромная прям как правда что как воронка вот это уровень леса до земли а вот тут огромная такая как бы яма что ли чтобы окоп или блиндаж да ты что ну смотрите какой рельеф вот смотрите чё а теперь здесь шины лежат много-много разные шины от тракторов от грузовиков от всяких он ёжик интересное дело так сейчас я поднимусь выше очень сложно как бы подняться было высоко вот такой лес представляете дубы дубы осина береза сосна у него всякие разные смешанный лес вот это еще что такое вот это я даже не знаю что предположить вот такой интересный тропинка туда а вон там березы одни частями как бы есть частями роща роща например березовая есть дубовая роща есть все смешано представляете вот видите дубовые листья и шишки и сережки вот эти разные разные листья листья сухие шуршат под ногами приятный звук ты думаешь это просто яма для мусора в каждой яме мусор лежит может быть может быть да смотри уголки плоские вот какие это не ель ель по другому я всю жизнь жил в сибири не знаю это не ель это что то другое скажите вот смотрите близко показывает специально что здесь тоже дольки плоские посмотри да это не ель это что то другое вот смотрите вот такие деревья насажены редками много-много вон туда одинаковые вот такие ровно и ровно плоские иголки странно может быть это какая то разновидность ели которой у нас нет в сибири может быть вот повалено дерево вот к к о смотрите какая шишка огромная у ежика в руке Сейчас мы дойдем до туда. О, смотрите. О, какие шишки огромные. Вот видите, по сравнению с ежиком. Тоже ровно-ровно. А то сосновые. Это сосновые, я такие знаю. А вот такие. Вот такой лес. Интересный. Мы набрали воды в бутылочки. И сейчас поедем домой. Вот, смотрите, там ежик. Ежик. Вот такой лес очень интересный. Вот такой интересный лес. И такое интересное место. И такие интересные окрестности. А мы не знали. Сейчас попробуем это все исследовать. Да, ежик? Да. Ну все, мы пошли. С вами был Чешир. Пока-пока и ежик. Нормально, потому что там был каждый день, часто. Ты его знаешь, ты там родительность другая. То есть здесь совсем все по-другому. Понятно. У нас там не лес, у нас там город был такой. Он в черте города, в центре, считай. Огромная. Там сосны. Еле сосны пихты. Вот такое. Да, вот красные таблички. И везде тропинки, везде дорога. Партизанские тропы. Ежик, мы можем дальше туда еще куда-нибудь проехать. Я не думаю, что мы заоблудимся. Мы же ведь с края находимся. Слышишь? Ты посмотри по карте протяженных туда в Адельце. Тут такие карты. Я вот еле-еле нашел информацию об этом месте. И там ее очень мало. Она скрупная такая. Я не знаю, почему нет ничего больше. Почему никто не изучает это досконально. Никто не приедет. Никакой историк, географ там не начнет это штудировать на 100%. Почему? Так, это первое место, которое мы исследовали. Да? Да. Надо еще в ту сторону сходить. На ту сторону дома. На ту сторону. Пройти сюда. Там можно пройти, спешочком прогуляться. Можно еще. Вот во дворе нашего дома, туда проходишь, и там лес еще. С той стороны. Вот он. Вот это. Пройти туда. Может быть там еще что-то интересное есть. Да? Вот, ребята, вот напротив нас. А вот наш дом, представляете? Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...